Мы так увлеклись тут бизнес-школой с Лавицей, что забыла я. Я тоже на всякий случай включил, там в облако сохранить. Хорошо. Так, я запустила демонстрацию. Всем видно, да? Видно, слышно, да? Друзья, да, видно, слышно. Начинаем. Меня зовут Анна Ананьева. Все хорошо. Хорошо, да. Я нутрициолог, и сегодня мы продолжаем тему поддержка органов по сезонам. И сегодня у нас тема – это поддержка суставов в межсезонье. Я не буду подробно останавливаться. Сейчас на всех сезонах Диана Михайловна читала нам целый цикл лекций по этой теме. И сейчас у нас очередное межсезонье, то есть между каждыми сезонами есть, сколько тут получается, 18 дней межсезонья, которые выделены по китайской медицине в отдельный сезон, между весной и летом, между летом и осенью, между осенью и зимой, между зимой и весной. И в итоге это составляет 72 дня в году, и это получается целый большой сезон межсезонье, но разбитый на 4 составляющих. И вот сейчас мы подошли к очередному межсезонью, который начнется 22 мая уже вот-вот и будет продолжаться до 9 июня. Ну, сейчас у нас стоит жаркая погода, теплая погода. И, ну, как правило, когда наступает лето, в начале лета идут дожди, погода портится. Почему, казалось бы, а потому что идет межсезонье, как раз-таки. И по китайской медицине этому сезону межсезонье соответствует элемент земля и стихия влажность. Поэтому идут дожди, становится сыро, влажно. И еще до того, как была цивилизация, ну, вернее, не то, что современная цивилизация такая, со всеми благами, появился асфальт. Вот, значит, до этого, при том, когда идет дождь, да, падает снега, с неба, такая влажность, земля намокает, становится скользкой. И люди, которые жили раньше ближе к природе, в сельской местности, да, тысячелетиями организм человека приспосабливался, что в период межсезонья организм должен выполнять определенные функции. В частности, это уметь крепко стоять на скользкой или влажной поверхности. На скользкой земле, если это межсезонье между летом и осенью, это тоже будет скользкая, влажная земля. Если это межсезонье между осенью и зимой, между зимой и весной, то, как правило, там бывает гололед. И человеку часто бывают какие-то такие проблемы, как падение, подвывихи. Поэтому, чтобы минимизировать вот эти все травмы, организм приспособился так, что в периоды межсезонья нужно, чтобы суставы были наиболее в таком работоспособном состоянии. Так, сейчас, секундочку. Были в таком наиболее работа, сейчас включу эфир себе тоже. И какие органы по китайской медицине? Значит, вот суставы, я уже сказала, и органы поджелудочная железа, селезенка, желудок, хрящи, суставы, связки, вся соединительная ткань и лимфатическая система. Вот эти все органы, они наиболее активизируются в период межсезонья и требуют для себя максимальной поддержки. То есть, когда мы будем поддерживать эти органы в периоды межсезонья, мы будем оказывать им наибольшую максимальную поддержку, чем когда-либо. То есть, поддерживая эти органы в их сезон, мы как бы поддерживаем их вдвойне, потому что нагрузка на них ложится большая. Мы сейчас об этом еще поговорим. Поддерживая их, давая им необходимые структурные вещества, нутриенты, поддерживая их функциональную активность, мы проделываем очень большую работу. Поджелудочная железа – орган активности в период межсезонья. Мы о ней тоже немножечко чуть поподробнее поговорим. Вот она здесь находится под желудком, поджелудочная железа. Очень важный орган, который как секретирует ферменты, которые способствуют перевариванию пищи, так и секретирует гормоны, такие как инселин и глюкогон, которые участвуют в углеводном обмене. В частности, в усвоении глюкозы, углеводов. Итак, еще раз, если бы человек жил в природе, ближе к природе, и период межсезонья, когда идут дожди, когда стоит стихия влажности, то человеку пришлось бы активно пробираться по влажной земле, например, за дровами, за водой или еще по каким-то нуждам своим на природе. И для того, чтобы удерживать тело в своем вертикальном положении, для того, чтобы не упасть, потому что скользко, грязь, например, такая, человеку требуется. Требуется хорошая такая работа суставов, в частности, связочного аппарата, сухожильно-связочного аппарата, хрящей, чтобы суставы, вот эта капсула суставная составляла такую опору и держала крепко человека на ногах, чтобы минимизировать его травмы. Поэтому природа и так устроена, так человек приспособился за тысячелетия, и китайцы эту закономерность поняли уже много тысяч лет назад, еще задолго до современной медицины, и рекомендовали еще во времена императоров давным-давно, в период межсезонья поддерживать суставы, поджелудочную железу и те органы, о которых я говорила. Ну, вот немножко рассмотрим строение сустава, да, косточка, косточки, из которых состоит сустав, хрящи, которыми покрыта головка кости, суставная сумка, вот здесь вот она расположена, да, суставная сумка, и связки, и также тут находится внутри синовиальная жидкость и связки. Ну, вот здесь на картиночке более подробно показан сухожильно-связочный аппарат коленного сустава, в частности, посмотрите, сколько здесь связок, синовиальных сумок, сухожилия, наружный мениск, поперечная связка. То есть большой такой очень сложно устроенный сухожильно-факциальный аппарат, который держит этот сустав. И если эти связочки растянутся, да, наверное, многие проходили, получали растяжение чего-либо, либо ноги, под вывих какой-то ноги, то это может надолго вывести человека из работоспособного состояния. Казалось бы, да, что там связочку потянул, а нет, вот, а в условиях, когда нужно выжить в природе, это может для человека стать, ну, таким фатальным моментом. Позвоночный столб. Так же огромное количество связок, которые соединяют межпозвоночные сегменты друг с другом. Посмотрите, да, передняя продольная связка, задняя продольная связка, межпоперечная связка, желтая связка, связка капсул межпозвонкового сустава, межастистая связка, надосная связка. То есть такое огромное количество связок, которые держат наш позвоночный столб в таком собранном состоянии, да, чтобы он как цельный аппарат работал, выполнял свои функции и служил такой верной, надежной опорой для всего организма. Мы сегодня будем говорить больше про сухожильно-связочный аппарат. Итак, вот, при чем здесь поджелудочная железа? Дело в том, что мы сейчас с вами немножечко поподробнее разберем состав, из чего же состоят вот эти хрящи, связки, сухожилия, и при чем здесь поджелудочная железа? Оказывается, что здоровая поджелудочная железа, она обеспечивает оптимальное протекание процессов усвоения и обмена сахаров глюкозы. А глюкоза является важным субстратом, основным субстратом для синтеза как раз-таки веществ, вот мы сейчас немножко о них поговорим, веществ, из которых состоят вот эти вот все связочки, сухожилия, которые составляют большой процент и входят в состав вот этих всех структур. Глюкоза является основой для синтеза таких веществ, как протеугликаны и гликозаминогликаны. Это вещества, которые, ну вот протеугликаны – это белковые вещества, но здесь на белковую часть приходится всего лишь 5-10% от общей массы, а 90-95% – это составляют углеводные остатки. То есть это продукты окисления глюкозы. А как я уже сказала, как мы уже знаем, что поджелудочная железа, она активно участвует в усвоении и метаболизме глюкозы в организме. В итоге получается, значит, а что у нас это такое за протеугликаны? Это вот такой вот агрегат, такая вот молекула. Мы сейчас к ней вернемся. Значит, давайте разберем ее. Такая вот большая молекула, такой вот агрегат, где в основе находится гиалуроновая кислота. Вот эта вот длинная цепочка гиалуроновая кислота. Мы многие слышали про гиалуроновую кислоту. Ее активно рекомендуют косметологи, используются крема с гиалуроновой кислотой. Также для лечения суставов используется гиалуроновая кислота. Оказывается, вот гиалуроновая кислота, она входит вот в состав вот этих вот веществ, углеводистых веществ, которые все в основном синтезируются из глюкозы, с участием поджелудочной железы. И вот к этой гиалуроновой кислоте вот эти хвостики присоединены. Это хондроэтин сульфат, это гликоз аминогликаны. Значит, и вот мы посмотрим хряч, да, структуру хряща вот здесь под микроскопом. Вот эти вот толстые, это коллагеновые волокна. Видите, они такую образуют решетку такую, да, с такими вот крупными ячейками. А вот эти вот вещества углеводистые, протеугликаны, ну, в частности, хондроэтин и гликозамин, они, видите, заполняют весь вот это все внутреннее пространство. Между коллагеновыми волокнами. И заполняют вот этот весь матрикс. Потому что если бы были одни коллагеновые волокна, то получились бы вот такие вот большие ячейки. И хряч не был бы таким плотным и не смог бы выполнять все свои функции. То есть вот эти вот вещества, протеугликаны и гликозаминогликаны, они заполняют вот это все пространство. Вот они, вот эти вот все. И их очень много. Они вот такие вот, видите, разветвленные и заполняют все это пространство. Ну вот еще раз, посмотрите, это как устроен гиалиновый хрящ. Вот эти толстые, это волокна коллагена. Вот это и тонкие волокна коллагена. А вот внутри все вот это пространство, оно заполнено вот этим вот веществом, протеугликанами и гликозаминогликанами. Синтез всех этих веществ отвечает поджелудочная железа. Гликозаминогликаны, вещества, которые, в синтезе которых участвует и усвоение поджелудочная железа, они заполняют все пространство между клеток, органах и тканей. Они находятся в синавиальной жидкости, в кожных покровах, в хрящах, связках, базальных мембранах. И в сочетании с коллагеновыми волокнами и эластином создают прочные основы под названием матрикс. Значит, какие вот эти наиболее важнейшие гликозаминогликаны тканей человека? Это гиалуроновая кислота, хондроитинсульфан, сульфат, дерматансульфат, кератансульфаты, гепарансульфаты и гепарин. То есть вот эти вот вещества, возможно, вы про некоторые из них уже слышали, в частности гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат. Эти вещества необходимы для того, чтобы хрящ был в рабочем состоянии. Вот эти гликозаминогликаны, то есть вещества, которые синтезируются из глюкозы, они обладают свойством связывать молекулы воды в большом количестве, благодаря чему межклеточное вещество принимает желеобразную консистенцию. Функции гликозаминогликанов участвуют в организации межклеточного матрикса, являются основным скрепляющим веществом, взаимодействуют с клеточными мембранами, обеспечивая межклеточные коммуникации, образуют гелеподобную среду, в которую погружены белки и могут связывать большое количество воды, набухают, тем самым придают матриксу желеобразные свойства. Ну вот здесь вот небольшая картиночка, например, показан. Если, например, матрикс, он напитан вот этими гликозаминогликанами, то он становится таким упругим, это в частности относится к хрящу, упругим, эластичным, и легко хрящи скользят по поверхности друг друга, и сустав работает хорошо, безболезненно, нет хондрозных процессов, и человек хорошо и активно передвигается, не испытывает проблем с передвижением. Если же вот этих гликозаминогликанов не хватает, вот этих веществ, или они разрушаются, недостаточно нарушен процесс усвоения глюкозы в результате сбоя работы поджелудочной железы, то получается, что вот поверхность хряща, вот она может вот так проседать, что матрикс, он получается такой обезвоженный, рыхлый, легко травмируется, и возникают процессы дистрофические, дистрофические процессы, процессы разрушения. Это такие процессы, как остеохондроз, остеоартроз в частности. Поэтому в период межсезонья эти проблемы могут особенно обостряться остеохондроз, остеоартроз, и вызывать, ну, доставлять человеку немало проблем. Ну, это еще раз повторяется. Гиалуроновая кислота, о которой мы вот здесь вот и говорили, да, что она входит, основная такая ниточка, цепочка, на которую уже потом насаживаются вот эти вот хондроитинсульфаты. Это важный компонент суставного хряща, который присутствует в оболочке каждой клетки, хондроцитно, способствует поглощению воды, отвечает за упругость хряща, устойчивость его к компрессии. С возрастом молекулярная масса вот этой гиалуроновой кислоты уменьшается. Гиалуроновая кислота также входит в состав кожи и обеспечивает упругость кожи, хорошее состояние кожи. Значит, она может, значит, разрушаться под действием ультрафиолета, поэтому советуют не находиться много на открытом солнце, особенно сейчас, когда ультрафиолетовая агрессия его повышена. Значит, гиалуроновая кислота, она состоит из глюкозамина и глюкуроновой кислоты. Глюкозамин, да, про который мы слышали, который есть у нас такой продукт замечательный, который, в принципе, на слуху. То есть гиалуроновая кислота, она синтезируется из глюкозамина и глюкуроновой кислоты. Глюкуроновая кислота – это продукт окисления глюкозы. То есть все это вещества, за усвоение которых, за метаболизм которых отвечает поджелудочная железа. И есть еще вот эти вещества, кератансульфаты, которые обнаруживаются в межпозвоночных дисках, в хрящах, а также в костной ткани. Итак, мы с вами разобрали о том, что то, что важную структуру хрящей, связок, суставного аппарата составляют вещества протеугликаны, гликозаминогликаны. Это вещества углеводного обмена. А за углеводный обмен у нас отвечает поджелудочная железа. Поджелудочная железа. Ну, поджелудочная железа, она вырабатывает ряд ферментов, которые участвуют в расщеплении большого количества продуктов, белков, углеводов. Но основная ее функция – это расщепление полисахаридов, крахмала, гликогена. Этим занимается поджелудочная железа. Значит, также поджелудочная железа, она синтезирует гормон инсулин, под влиянием которого происходит усвоение глюкозы клетками. В дальнейшем это трансформация глюкозы, окисление глюкозы и синтез вот тех самых веществ, о которых мы говорили, протеугликанов, гликозаминогликанов, которые идут на синтез хрящей, на синтез связок, и которые являются таким важным структурным веществом суставов. То есть, обеспечивая нормальную работу, оптимальную работу поджелудочной железы, мы обеспечиваем нормальное, полноценное восполнение хрящевой ткани, сухожильного связочного аппарата, вот этими питательными веществами, которые пойдут на ремонт, на восстановление этих структур суставов. Значит, какие же факторы поддержания здоровья поджелудочной железы? Ну, конечно же, нужно начинать с балансированного питания, без избытка углеводов. К сожалению, сейчас это бич просто современности, огромное количество углеводов в питании. Люди в основном живут на углеводах. Это приводит к тому, что истощаются инсулинсинтезирующие механизмы поджелудочной железы, и болезнь века, сахарный диабет. Он, к сожалению, поражает все больше и большее количество людей. Люди настолько увлеклись углеводами, что просто крутятся в этом порочном круге, не в силах из него выбраться. Избыток углеводов приводит к постоянному синтезу инсулина и в дальнейшем к развитию инсулинорезистентности и развитию сахарного диабета. Значит, это первое такое важное условие. Значит, дальше это обеспечить свободный выход ферментов поджелудочной железы через желчный проток в 12-перстную кишку. Потому что протоки поджелудочной железы открываются в желчные протоки, оттуда, с желчного протока, открывается уже выход в 12-перстную кишку. И если здесь нет нормального оттока, если есть застой желчи, дискинозия желчного пузыря, воспаление в желчных протоках, или воспаление на выходе из желчного протока, здесь находится фатор в сосочах, который перекрывает выход желчи и ферментов поджелудочной железы в 12-перстную кишку, если нет этого нормального выхода ферментов поджелудочной железы, то это может приводить к тому, что ферменты будут открываться и срабатывать, не выходя в 12-перстную кишку, а в самой поджелудочной железе, вызывая ее воспаление, дегенеративные изменения и даже приводить к тяжелым заболеваниям. При этом, конечно же, нарушается процесс пищеварения, человек не может нормально усваивать пищу, пищу нормально не переваривать, потому что нет ферментов для ее усвоения, они не поступают, и начинает страдать весь организм, потому что нарушается усвоение углеводов, белков и жиров. Поэтому нужно очень важно обеспечить вот этот нормальный выход ферментов поджелудочной железы в 12-перстную кишку. Поэтому вот сейчас была весна, и мы об этом говорили, о том, что очень важно провести очистку от паразитов. И в компании NSP есть целая программа, большое количество продуктов. Это и черный орех, и маринда, и HP Fighter, и перец, чеснок, петрушка. Я не буду на них сейчас подробно останавливаться, просто сделайте себе пометочку программу от паразитов. Обязательно пройти, проходить два раза в год, осень и весна. Как бы если мы шли, все делали правильно, то весной мы должны уже были почиститься от паразитов, открыть протоки, свободные протоки, добавить желчегонные, например, репейник, для того, чтобы очистить выходы для ферментов поджелудочной железы и помочь ей подготовить ее к периоду межсезонья. Для того, чтобы поддержать поджелудочную железу и улучшить усвоение глюкозы клетками, нужен хром. Нужен хром. Что делает хром? Поджелудочная железа, она синтезирует гормон инсулин. Гормон инсулин, он помогает глюкозе, глюкозе, которая поступила с пищей и крови, проникнуть в клетку. То есть это вот у нас клеточка, это вот такой замочек, то есть в клетку без инсулина глюкоза попасть не может. Поджелудочная железа синтезирует инсулин, который как ключиком открывает клетку и сюда поступает глюкоза. Что делает хром? Дело в том, что хром, он участвует, ну как бы с таким мостиком служит, мостиком между инсулином и рецептором к нему. Ну вот это вот видите инсулиновый рецептор, да, вот здесь инсулин и хром вот здесь вот лежит, лежит такой конструктор получается. То есть без хрома инсулиновый рецептор к инсулину нечувствительен или чувствительность его снижена. Поэтому хром здесь очень актуален, он нужен, это является важной составляющей звено усвоения глюкозы. Ну вот тоже картиночка такая, это оболочка клетки, это вот, скажем, билипидный жировой слой, который состоит из омега-3 или фосфолипидов. Вот это инсулиновые рецепторы, вот они инсулиновые рецепторы, вот глюкоза плавает в крови. И здесь же вот хром находится, который хром, ну вот он показан здесь, с этой стороны, здесь вот не так его видно, который помогает соединиться инсулину с инсулиновыми рецепторами и пропустить глюкозу внутрь клетки. Дело в том, что при избыточном потреблении углеводов, что сейчас сплошь и рядом происходит, люди сидят, питаются в основном одними углеводами, хром при этом активно выводится. То есть мало того, что его с пищей поступает недостаточно, пища наша сейчас бедная по витаминам, по микроэлементам, в частности по хрому, дефицит очень огромный. Еще и избыточное потребление углеводов в питании ведет к тому, что хром постоянно выводится, он тратится, расходуется. И в итоге получается, что инсулин-то вырабатывается, человек покушал сладенькое, вкусненькое, углеводы, мучное что-то покушал, картошечки, риса белого покушал, макарончиков. Поджелудочная железа работает, она инсулин синтезирует. Но хрома-то не хватает, и в итоге глюкоза попасть не может в клетку. И получается, что глюкозы-то много, а в клетку она попасть не может, и клетка работать не может полноценно, и в крови избыточная концентрация сахара. А всего-то, возможно, вопрос в том, что не хватает хрома. Добавили хрома, сразу инсулиновые рецепторы увидели инсулин, и сахар, глюкоза начала нормально поступать в клетку. Следующий продукт для поддержки поджелудочной железы – это репейник. Репейник помогает наладить отток желчи и обеспечивает свободный выход ферментов поджелудочной железы. Также помогает снижать уровень сахара в крови, стимулирует образование протеолитических ферментов поджелудочной железы. То есть это тоже поддержка поджелудочной железы. Это мы с вами посмотрели продукты для поддержки поджелудочной железы. Если проблемы с суставами имеются, или мы хотим профилактировать какие-либо проблемы с суставами, НСП нам предлагает целый ряд продуктов для поддержки суставов. То есть дать строительный материал для связочно-суставного аппарата и создать условия для их усвоения. Это такие продукты, как гликозамин. Мы помним, что гликозамин, он входит в состав гликуроновой кислоты. Это как раз-таки основа вот этого матрикса. То есть даем гликозамин, это вещество, субстрат для синтеза гиалуроновой кислоты. То есть можно они, а гиалуроновая кислота, насколько я знаю, она тоже продается, да, и стоит недешево. Но если мы даем организму гликозамин, то из гликозамина организм сам может синтезировать для себя гиалуроновую кислоту. Хондроитин и сера. Ну, также витамин С – это для того, чтобы коллагеновые волокна были, ну, такими крепкими, активными. Витамин С скрепляет коллагеновые волокна. Правильные жиры, конечно же, для мембраны клеток. Поддержать энергетический обмен клеток. Так, вот еще раз, да, гликозамин, который входит в состав гиалуроновой кислоты. Значит, напомним, напомню, да, что гиалуроновая кислота – это важный компонент суставного хряща, в котором присутствует в виде оболочки каждой клетки. Вот эти большие структуры, они поглощают воду, обеспечивают упругость и эластичность хряща. В одной капсуле гликозамина NSP содержится 400 мг гликозамин гидрохлорида. Это 80% от адекватного суточного потребления. Значит, хондроитин сульфат. Значит, если гликозамин, он входит в состав вот этой гиалуроновой кислоты, то хондроитин сульфат, вот посмотрите, да, он вот составляет вот эти вот все такие вот цепочки пули сахаридные, которые нанизаны на определенную белковую структуру. Значит, хондроитин сульфат относится к самым распространенным гликозаминогликанам, которые обнаруживаются в связках, в сухожилиях, в суставных поверхностях, также в артериях. Это очень важный составляющий компонент хряща. Он усиливает регенерацию хрящевой, костной и соединительной ткани, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, ингибирует действия протеолитических ферментов, разрушающих хрящ, оказывает противовоспалительное энергетическое действие, уменьшает боли в суставах и позвоночнике при ходьбе и в покое. В одной капсуле содержится 325 миллиграммов хондроитин сульфата, это 53% от суточной потребности. А также сера. Сера – это важная структурная составляющая всех гликозаминогликанов. Они все даже называются хондроитин сульфат, дерматан сульфат, кератан сульфат, гепаран сульфат. То есть сульфат – это означает, что туда входит сера. И сера, она входит в состав структурных компонентов хряща, то есть всем этим веществам им необходима сера для того, чтобы они были полноценными. Опять-таки, учитывая то, что наши бедные по микроэлементам питания не может обеспечить потребность организма в сере, предлагается такая биологически активная добавка с серой, которая содержит 750 миллиграммов метилсульфанилметана или 255 миллиграмм серы в органической форме. В органической форме, значит, она усваивается, идет с органическими кислотами и усваивается организмом. Значит, какие функции входят в состав серы, входят в состав структурных компонентов хрящевой ткани, мы уже это с вами разобрали, обеспечивают образование коллагена, оказывают противовоспалительные действия при воспалении суставов, связок и мышц, снижает потребность в инсулине и уменьшает осложнение сахарного диабета. То есть она, видите, поддерживает и поджелудочную железу, и суставы. Поэтому вот такой комплекс серы обязательно для того, чтобы поддержать суставы. Если тем более есть проблемы с суставами, хондрозные процессы, артрозные процессы, то все вот эти продукты, они необходимы для восстановления и регенерации костной ткани и сухожильно-связочного аппарата. Ну и такой продукт, как Solstic Revive, также можно использовать для поддержки суставов, потому что он содержит глюкозамин 500 мг. Глюкозамин – это основа гиалуроновой кислоты, 71% от суточной потребности, большая. Кроме того, в Solstic Revive огромное количество других витаминов, я их сюда не вывела, можно их посмотреть более подробно, витаминов группы В. Обеспечивает восстановление суставов и восстанавливает баланс электролитов в организме после физической нагрузки. То есть продукт показан людям, которые активно занимаются спортом, то есть у которых суставы подвергаются большим нагрузкам для восстановления организма и поддержания суставов в работоспособной форме. Вот такие продукты, друзья, для того, чтобы поддерживать работу органов, которые сейчас 22 мая будут в наибольшей физиологической активности находиться, поджелудочная железа, суставы, хрящевой аппарат, сухожильно-связочный аппарат, которые очень важно сейчас поддержать, потому что поддерживая их в сезон, вдвойне повышаются шансы на то, чтобы улучшить состояние этих органов и улучшить состояние суставов и воспользоваться вот этим как раз таки моментом, межсезонья, когда и эти органы активны, и, соответственно, и процессы регенерации в них тоже идут активно. Поэтому, если вы их поддержите сейчас в данный момент, вы сделаете 200% успеха, вы получите. Так, ну у меня все, поэтому, если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Друзья, у кого есть вопросы, пожалуйста? У меня небольшое дополнение. Слушай вас, да. По поджелудочной железе эти все проблемы я на себе испытала и знаю, у меня остеохондроз и тоже. Но Анечка очень хорошо рассказала про то, что я этого не знала до сих пор, про то, что поджелудочная железа вот именно влияет на эти связочные аппараты. Я этого не знала. Но с поджелудочной есть проблемы определенные. Я на сегодняшний день тоже хром, репейник и AGX. AGX – это именно фермент, который позволяет поджелудочной железе справляться с этими нагрузками. И я еще вычитала, что очень хорошо гуплером. И он получается в связке, вот я принимаю по суставам, по костям, вот глюкозамин, кондроэтин, сера, витамин С. Сейчас я подключила уже после этих, подключила шар к рейдформулу. Она хорошо очень снимает боль, и она очень хорошо, комфортно себя чувствуешь. И, допустим, по поджелудочной железе я почитала, что именно в связке с гуплером, а гуплером тоже так же влияет и на суставы, тоже и обезболивающим средством является. И еще гуплером, наверное, немножко снимает аллергические реакции. Спасибо. Да, спасибо. На самом деле, Анна дала нам ядро материала, выжимку. Она не остановилась подробно на этапе деглементизации. А вот та программа, которую мы используем при очистке желчеводящих путей, в частности, и от аписторхов, она у нас как раз включает GX, поскольку она является спазмолитиком и обеспечивает лучший отток этих, но обездвиженных, скажем так, паразитиков, помогает им покинуть желчеводящие пути и тем самым обеспечивает поджелудочной железе более комфортные условия функционирования, не позволяет им застаиваться, ликвидирует вот те застои, которые очень опасны для поджелудочной железы. Потому что может быть все, что угодно, вплоть до панкреонекроза, потому что, как Анна уже сказала, про ферменты поджелудочной железы, встретившись с желчью, активируется. Это вот как, если мы возьмем ручку и на ручке колпачок, в принципе, она пишет, но колпачок не позволяет это делать. Но если мы этот колпачок уберем, она начнет работать. И если это произойдет с проферментами, которые не смогли покинуть поджелудочную железу, и они уже начали работать, они будут переваривать поджелудочную железу. И поэтому она упомянула, что дегельминтизация весенняя, она играет очень важную роль для того, чтобы поджелудочная смогла эффективно восстановиться и сработать в межсезонье. Анют, правильно я говорю? Может, ты лучше сама расскажешь. Да-да, Диана Михайловна, конечно, все правильно. Вот, так что вы абсолютно правы. И Буплерум, Буплерум плюс, его американское название Лив Джи, то есть это на самом деле, он у них идет как печеночный продукт, он у нас тоже весной используется. и если человек идет по нашей программе из сезона в сезон, то вот эта вот приемственность, она как раз включает абсолютно все те продукты, которые вы назвали, Ларис. И нам втройне, в четверне, или я даже уже не знаю во сколько раз, приятно, что наши наработки, они вот полностью сливаются с тем, что даете вы, исходя из своего опыта. Вот, Татьяна Ивановна, я видела, она появилась, она у нас большая любительница АДЖИКС и Буплерум использовать в межсезонье. Татьяна Ивановна, что-нибудь скажешь? Что я скажу? Каждый межсезонье АДЖИКС, Буплерум, парочка А обязательно. И все как-то вроде это. Держим. Держим, держим. Руку на пульсе. На пульсе, да. Конечно. Как-то без каких-то осложнений, без каких-то проблем. И причем это достаточно давно уже, год четыре точно. Хотя вот делали диагностику, сам процесс инсулина, независимого диабета, он есть, но его не ощущаешь в состоянии неболевых никаких. И сахара вроде на месте в пределах нормы. Поэтому, в общем-то, я считаю, основное это вот как раз этот Буплерум и АДЖИКС. Все вот это удержит. Ну, это что касается инсулино-независимого диабета. У Анны же, у нее тема-то была поддержка именно суставов, да? Поддержка суставов. Да, да, но она, тем не менее, посчитала необходимым уделить внимание поджелудочной железе как органу, который отвечает за строительный материал этих суставных структур. Вот, и поэтому я считаю, что блестяще прочитан материал. Все хорошо, да. Ну, вот я, например, для суставов как бы глюкозамин и с акулием хрящом, потому что акулий хрящ, ну, я так вот чувствую, что ли, поняла, что он более многоплановый. Он и с аутоимуночкой работает, допустим, которая есть, и хондроитина, там достаточное, ну, достаточное количество, чтобы балансировать с глюкозамином. Это вот чисто свое, собственно. Ну, что касается акулиевых... Я еще хочу дополнить, что шар-край-формула участвует... Ну, да. Шар-край-формула еще участвует в схемах по сердечно-сосудистой системе. Я для себя последний раз отметила, наша кардиолог-нутрициолог из Минска, она мне прописала, потому что я гипертоник. Так вот, оно действительно, правильно Татьяна Ивановна сказала, что оно многопланового действия. Очень многоплановое. Я удивилась, что шар-край-формула работает по укреплению сосудов еще, кроме того, что она работает с крещами. И аутоиммунные заболевания, хорошо. В постоянном режиме надо ее пить. И с МСМ, конечно, это обязательная как бы тоже структурная составляющая. То есть просто более многоплановая для меня. Да. Я хочу сказать добрые слова благодарности Аннушке сегодня за ее лекцию. Лекция очень квалифицированная. Ее голосок такой приятный. Он приятно воспринимается. И я говорю, я много посетила различных. У нас медицинские конференции проходят ежегодно в Минске. Представительство большое. Но я на сегодняшний день ощутила на себе очень много новых моментов, которые изложила наша спикер сегодня. Уважаемые коллеги, безмерная благодарность. Спасибо вам тоже за участие. Спасибо. Вот уж пользуясь тем, что мы затронули такой препарат, как Shark Ray. И здесь присутствует довольно много людей из разных, я так понимаю, что стран. И я так поняла, что люди с достаточно большим опытом мы с высокими рангами. Вот посмотрите. Все-таки акулий хрящ, он как профильный препарат. Я не буду говорить о том, что там еще грипп рейш, это сказать, отдельные истории, и он отдельную ценность имеет. А вот сам по себе акулий хрящ, как сырье и целенаправленность его, она состоит в том, что в акулием хряще содержится комплекс веществ, который препятствует прорастанию сосудов хрящ. И вот я никогда не рекомендую Shark Ray, если, например, у человека была какая-то травма, связанная с нарушением сосудистого русла, или была, или предвидится какая-то операция хирургическая, я просто хочу вас предупредить. Или была какая-то травма, может быть, ушиб, и требуется восстановление стенки сосудов и прорастание сосудов и восстановление кровотока. Вот здесь вот ни в коем случае нельзя использовать Shark Ray. Вроде бы ушиб, и вроде бы хочется, да? Ну, ушиб, и там сустав, там что-то ушибло, ушиблено в том числе. Но вот тут вот надо хорошо подумать. С одной стороны, да, я с Татьяной Ивановной согласна, что Shark Ray можно рассматривать и как источник хондроитин сульфата, и глюкозамина тем более, потому что у акулы скелет, это хрящ, да, и понятно, и почему там это вещество, которое препятствует прорастанию сосудов, присутствует, тоже понятно, ну, куэту акуле прорастут суставы в этот скелет, она махнет хвостом, и что? И все сосуды порвутся, тут-то ей конец, поэтому тут все очень строго, и это действительно хрящевые рыбы, как источник вот такого вот особенного хондроитина и всего этого, нельзя рассматривать в отрыве именно от этого. поэтому если аутоиммунный процесс в суставах, да, цены ему нет этому препарату, и заменить его просто нечем. В этих случаях я, например, даже глюкозамин с хондроитином боюсь назначать, назначаю шаркей, но если это травма, если это какое-то оперативное вмешательство, то вот здесь надо очень индивидуально подходить к ситуации, ну, это уж я так на всякий случай. У кого-то есть вот мнение на эту тему или ну, что-то? Давайте обсудим. В общем-то, если говорить о травмах были которые, то посттравматический период безусловно шарклей не использовала. По меньшей мере ну, месяцев несколько. То есть тут однозначно. Если говорить о травмах, и даже если вот, допустим, инсультный пост, госинсультный, там есть противопоказания в течение какого-то периода, если предоперационные, тоже буквально за месяц ограничения для акульевых хряща есть. Однозначно, и они прописаны. Я сейчас сходу не могу сказать, но, в общем-то, я это читала, и это однозначно. Так, вот то, что вы сказали, это однозначно. Поэтому, конечно, акульевых хрящ имеет смысл рассматривать, и, Аня, ты, конечно, наверное, должна была включить его, но вот с вот такими говорками. Да, да. Друзья, есть еще вопросы к докладчику? К докладчику Ларисе Ниловой? Пожалуйста, обращайтесь. Обращайтесь. Татьяна, я правильно понимаю, что ты вернулась домой, или ты из Москвы вышла? Нет, я вернулась, я буквально с поезда. Я так подумала. Ну, ладно, за навески-то вешать поедешь? Ну, давайте еще опуститься на землю, приземлиться. Ну, сообщишь. Хорошо. А то мы там с Максимом надорвемся, пожалуйста. А, все, я поняла, о каких занавесках идет. А ты как думаешь, о каких занавесках? Нет, я говорю, я только вот с поезда, я еще не упустилась на землю, не приземлилась еще. Будем улицу украшать за нами. Все, все, не вопрос. Что тогда, будем заканчивать, да? Ну, друзья, если нет вопросов к докладчику, и вообще никто ничего не хочет обсудить, воспользовавшись тем, что мы тут собрались, тогда, может быть, будем финишировать, да? Следующее занятие у нас должна вести Цветкова, но я, честно сказать, ей не звонила еще, но я позвоню. А когда следующее занятие будет? У нас по средам. Мне иногда не пересылают ссылку, я иногда не умею. А кто вам вообще ссылку посылает? Я ссылку беру, у нас здесь есть группа Жлобин-Светлогорск. У нас в этой группе выбрасывают. Ну, ссылка, видимо, как-то гуляет. Наверное. Потому что как-то вот так вот. У вас вышестоящие спонсоры кто? Матвеев. Матвеев. Ясно. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Спасибо.